Клапанная бронхоблокация. Уникальная в своем роде операция при лечении легких при туберкулезе. В Бурятии данным методом лечит пациентов с 2016 года. Он заключается в установке блокаторов бронх в пораженной части. Если раньше при наличии полостей распада, которые самостоятельно не закрывались, показано было только хирургическое вмешательство, то сейчас вся процедура занимает около 5-10 минут. На процедурном кресле находится пациент с 60 лет. Его случай осложнен сахарным диабетом, поэтому без бронхоблокации полости распада могут заживать очень долго, если не всю жизнь. Если блокации не будет, то процесс лечения займет очень длительное время. И не факт, что эти полости закроются, потому что сахарный диабет препятствует заживлению. Основная функция клапанного бронхоблокатора – это закрытие полости распада у пациентов. Соответственно, за счет этого и уменьшается бактерия выделения, либо прекращается бактерия выделения, и быстрее идет процесс заживления. Эту операцию пациент перенес легко. Немного тяжелее тем, кто имеет дыхательную недостаточность. После процедуры у них возникает чувство дышки, но со временем это все компенсируется нормализацией состояния. Что касается результатов, то они наблюдаются уже на следующий день. Когда мы только начинали, в 2016 году было очень много отказов. Все-таки народное тело бронха. Но сарафанное радио среди пациентов работает, поэтому сейчас, как правило, отказы единичные. В республике сейчас небольшой процент выявления заболевания. Но из-за пандемии случаи туберкулеза возросли. Наша задача сегодня сделать все возможное, чтобы раннее выявление туберкулеза было ранним. Потому что туберкулез излечим. Для нас принципиально важно, чтобы мы не находили именно тяжелые формы туберкулеза или запущенные формы туберкулеза. Поэтому, чтобы люди все-таки не познали всю процедуру бронхоблокации на себе, врачи рекомендуют не игнорировать профилактику туберкулеза. Анастасия Шадрина, Бату Гармын. Специально для программы «Вместе» телеканал «Мир Байкал».